Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашем с мамой путешествии по Северной Ирландии в августе 2018 года я расскажу про город Колрейн. Итак, Колрейн это большой город района Колрейн. Честно говоря, не знаю, как произносится правильно, Колрейн или Колрейн. По-английски пишется Колрейн, но русский перевод звучит Колрейн, поэтому я буду произносить так название этого города. Колрейн находится в графстве Лондон-Дерри, Северной Ирландии, в устье реки Бан. Колрейн от ирландского Калирейтон переводится как уголок папоротников. Не знаю, папоротников мы там не видели, но, видимо, город как-то связан с этим растением. Город находится в 90 километрах к северо-западу от Белфаста и в 50 километрах к востоку от Лондон-Дерри, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Колрейн связан между этими городами железой дорогой. По ней мы и приехали. Очень красивые места, очень красивая природа. Мы ехали по пляжу морского побережья, и именно там находятся два знаменитых пляжа в Северной Ирландии. Это Портаж и Порт Стюарт. Которые вместе с Колрейн создают такой золотой треугольник, можно так сказать. Именно в Колрейн приезжают люди из Северной Ирландии, чтобы отдохнуть на берегу моря. И едут в два этих пляжа, где есть различные спортивные мероприятия, как конный спорт, как гольф и другие. Колрейн является домом одной из самых больших польских общин в Северной Ирландии. Местная железнодорожная станция, открытая в 1855 году, является одной из достопримечательностей города Колрейн. Мы погуляли по ней в конце, когда ожидали наш поезд в Белфаст. А так, приехав на станцию, мы пошли гулять по городу. Достопримечательностей, сразу скажу, не очень много в этом городе. И вообще городочек, по моим параметрам, очень маленький. Здесь живет всего лишь около 24 тысяч человек. Основные достопримечательности, из-за которых сюда едут люди, находятся в пригородах города. Туда нужно добираться на машине, на автобусах. Так как мы приехали всего лишь на 3 или 4 часа. То есть у нас это был такой промежуточный пункт между Лондон-Деррией и Белфастом. Мы, естественно, никуда не поехали, ни на какие достопримечательности смотреть. Но зато прогулялись по городу и нашли вот такую вот красивую церковь, которая, видимо, является главной церковью города Колрейн. Это церковь Святого Патрика. Рядом с ней находится небольшое старинное кладбище. А также я увидела там вот такие вот красивые голубые и фиолетовые гортензии, которые мне очень понравились, и я решила их сфотографировать. Дальше мы направились внутрь церкви Святого Патрика, и оказалось, что там вот-вот начинается какой-то концерт. Ну, мы решили посидеть, послушать. Если что, сбежали бы. Но не тут-то было. Очень интересная программа. Два парня, таких рыжих-рыжих, типичные ирландцы, играли на флейтах. Это братья, которые живут, по-моему, в городе Колрейн, и они давали свой какой-то концерт. Они завоевывали очень много всяких наград в Великобритании. И вот для местных жителей, для своих, давали концерт. И мы попали на такой концерт. И я сняла практически все произведения. Очень мне понравилось, как они играли. Сначала младший брат играл, потом старший. Сейчас я вам показываю два фрагмента отдельно, а в конце этого ролика будет совместное выступление этих двух братьев. Вот так вот звучит музыка в Ирландии. Играет музыка в Ирландии. Играет музыка в Ирландии. Играет музыка в Ирландии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это, пожалуй, единственное и самое главное, что мне запомнилось в городе Колорейн. Дальше, когда концерт закончился, мы вышли из церкви и пошли по Хай-стрит по направлению к ратуши. Там мы увидели памятник футболисту, оказывается, Колорейн имеет свою футбольную команду. Прошли мимо ратуши и вышли к реке Бан. Вот как она выглядит, эта река. Я также сняла мост и красивую церковь на другом берегу реки. И мы решили пойти по другим улочкам уже обратно к вокзалу. Ну и так, немножечко еще посмотреть город. Когда мы зашли в другие райончики, оказалось, что очень много разрушенных зданий и таких старинных. Одна вывеска мне запомнилась и понравилась. Там было написано «Shotsman Factory» с какой-то фамилией. Да, Северная Ирландия славится своими рубашками. Сюда многие мужчины приезжают покупать достаточно известные, особенно в Лондон, Дерри рубашки. Ну, так как льняное производство было сильно развито в Северной Ирландии. Но фабрика, естественно, закрыта, здание обветшало. Также мы дошли до какого-то, не могу сказать, что это, но что-то типа как стадиона или театра, тоже полностью разрушенного, с какими-то кирпичными стенами. Видно, что здание старое, но оно было закрыто. Изнутри мне не удалось много чего поснимать. Вот такие вот какие-то развалины очень, ну, как бы негативно повлияли на мое восприятие этого города. Но, конечно, музыка все скрасила. После этого мы просто немножечко еще порогулялись по Чарити, дошли до вокзала, подождали свой поезд, сели в него и поехали в Белфаст. О последнем дне в Белфасте я расскажу в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok